Кстати, раз уже говорили об Австрии, в Австрии начался просто абсурдный процесс над человеком, который находился, который был другом Анзора из Вены, убитого Мамихана Умарова, был его другом, официально они говорят, что он был его якобы телохранителем, но можно и так назвать, он был человеком приближенным, он находился рядом с Анзором из Вены. В момент убийства он тоже был рядом с ним, и когда Анзора убили, этот парень попытался убить киллера, то есть выстрелить в ответ. По сути, он попытался осуществить самооборону, он достал пистолет ТТ, который был ему дан, насколько мне известно, из официальной версии, по крайней мере, он был дан этому человеку Анзором. То есть Анзор дал ему пистолет, у Анзора у самого тоже было оружие, и они находились вместе, то есть он и давал ему оружие для того, чтобы тот в нужный момент мог им воспользоваться. Но когда он вытащил этот пистолет и произвел выстрел, то есть нажал на курок, пистолет не выстрелил. Оказалось, что патрон, это опять-таки экспертиза это выяснила, что патрон был отсыревший, он не выстрелил. Когда он не выстрелил, парень попытался передернуть затвор, то есть чтобы выкинуть эту пуль, этот патрон загнать второй, но в этот момент у него заклинило пистолет, то есть патрон застрял в этом патроннике. И таким образом тому удалось уехать, убежать. Это Сарали Ахтаев, который был затем задержан. Задержан этот Сарали Ахтаев был по показаниям этого парня, у которого не получилось его застрелить, обезвредить. То есть он уже дождался полицию, он сообщил, что стрелявший это вот этот человек, что он скрылся на таком-то автомобиле, такой-то цвет, возможно номер. И это помогло задержать этого человека. И теперь угадайте, что происходит в Австрии. Этого парня теперь судят за попытку убийства киллера. На него возбудили дело, за ты, мол, попытался убить киллера. Это попытка убийства. И сейчас, в настоящее время, уже начался судебный процесс и идет в Австрии. Это просто театр абсурда. Вы понимаете, в какие рамки нас вгоняют в конечном итоге? Нам легче быть убитыми. Нам говорят, пусть вас убьют. Если вас убьют, то никаких проблем. Мы если задержим убийцу, мы его осудим. Если не задержим, как в случае с убийцей Мансура Старого, то, ну, что поделаешь, Интерпол, там его подадим до лучших времен. Может быть, когда-нибудь он попадет в наши руки. А так, как бы, ну, ничем больше помочь не можем. А если вы попытаетесь себя защитить, если вы, не дай бог, попытаетесь убить киллера, то мы будем судить вас за попытку убийства. А если вы его убьете, а представьте, если бы он его убил, если бы у него пистолет был, выстрелил в этот момент, и он бы его убил. Его бы сейчас судили, получается, за убийство киллера, убившего обзора из Вены, Манхана Умара. А если бы он его ранил, его бы сейчас судили за причинение вреда здоровью. Просто абсурд. Я в шоке. Я надеюсь, этого парня оправдают. У него, вроде бы, процесс будет проходить с судом присяжных. Я надеюсь, присяжные полностью оправдают этого парня. И его действия будут квалифицированы как самооборона. Это их законы, ты недоволен. Кубик, рубик. Во-первых, не их, а их. Их, нет такого слова. Во-вторых, это не законы, а это неправильное применение законов. Это не такие законы. Законы не позволяют судить человека, который совершил самооборону. Как видишь, в моем случае я оказался в таком же положении. Я применил самооборону, обезвредил человека. Меня не судили. Мои действия были квалифицированы как самооборона. Тумсу, это так во всем мире. Если бы он его убил, то, естественно, его бы судили за убийство. Самосудом в Европе заниматься нельзя. Просто немного расширите свой кругозор, свои познания в праве. Изучите просто понятие самообороны. Вообще, что есть такое понятие, научитесь. Это не самосуд. Когда на тебя нападают, ты можешь защищаться. И ты защищаешься. Если ты во время защиты своей убьешь человека, то следствие будет определять, не было ли это превышением необходимой самообороны. Но это никак не будет умышленным убийством. Или попыткой убийства. Никак. То есть, даже если они сочтут, что ты превысил пределы допустимой самообороны, даже в этом случае это будет именно превышение допустимых пределов самообороны. Немножко просто расширьте свое знание. Самосуд это когда что-то происходит, и люди решают, что надо этого человека наказать вне юрисдикции этой страны. А вот так мы решили, что его нужно вот таким образом наказать. Идут и его наказывают. Вот это самосуд. А во время конфликта, когда на тебя кто-то нападает, и ты защищаешься, защищаешься, это не самосуд. Тут вообще не было никакого суда, какого-либо решения вынесено, не было. Это была спонтанная самооборона. Анзор из Вены был уже убит, когда тот парень пытался стрелять, а киллер убегал, а не пытался убить его. Это по твоим же словам. Это уже не самооборона, юридически самооборона, когда на тебя нападают. Мы не знаем этих деталей, убегал он там или не убегал, в какой момент тот попытался выстрелить. Этого всего в тех материалах, открытых, которыми есть доступ, этого нет. Я думаю, что даже вот эти моменты, то есть убегал он или... Это все будет спорно. Он будет это объяснять по-своему, те будут настаивать на своем. Конечно, они сейчас будут говорить, пытаться это подвести под попытку убийства. Они будут говорить, что тот там убегал, этот за ним бежал. Я не знаю, в общем, как там на самом деле. К сожалению, нет возможности участвовать в этом судебном процессе. Но как бы там ни было, это абсурд. Полный абсурд. Катейров же построил заново ваше государство. Нашу государство, государство наше он не построил заново. Он просто город построил. Кстати, вы знаете, вот это тоже момент, я недавно обратил внимание. Во многих городах, где были войны, например, один из балканских городов, по-моему, это был Сараево, если я не ошибаюсь. Я смотрел видео Максима Каца, он ездил по этим балканским странам, рассказывал о войне в 90-х годах, которые пережили Балканы при развале Еврославии. И вот он там показывал места, по-моему, в Сараево, когда сербская армия обстреливала этот город. Они в качестве напоминания о войне, о ужасных событиях, они не стали, понимаете, стирать эти следы войны. Они, наоборот, сделали, как-то оформили это все. Вот там есть такие места, куда попал снаряд, он взорвался, и то есть такая небольшая воронка, и бывают такие следы от осколков. И они, вместо того, чтобы это как бы просто стереть, закатать в асфальт, они взяли это как-то грамотно так оформили, краской все сделали. И это и красиво, то есть это не мешает людям, они как-то гладко это все выровняли, просто вот это вот краской обозначили это место, все вот это красным цветом, показав тем самым, что это была война, которая несла кровь, цвет как бы красный, что типа кровь. И вот это вот как память, лишний раз напоминание людям, это во-первых, это имеет очень серьезное значение, действительно, чтобы люди не забывали, потому что растет новый, люди рождаются поколение, которое не видело войну, чтобы они видели, как это все было, как, что эти снаряды, это не что-то далекое, там, из книг или из фильмов, а это вот то, что вот здесь вот, вот в это место попало, и, возможно, не один человек был убит от этого снаряда. И вот в этом плане Кадыров на самом деле просто взял, все стер, он объявил программу «Без следов войны», по-моему, так она называлась тогда, и он взял просто все, закатал в асфальт, а в итоге мы просто потеряли все эти следы. На самом деле надо было оставить вот это напоминание, дома, все, естественно, нужно было восстановить, но вот какие-то моменты, какие-то вещи нужно было оформить очень грамотно, чтобы это было напоминанием о тех ужасных годах, днях, которые мы провели, пережили. Надеюсь увидеть президентом Чараи, иншалла, говорит Кайрат Киркимбаев. Кайрат Киркимбаев, многим людям очень не по душе придется, потому что ты надеешься увидеть меня на этой должности, так как они себя видят в этой должности. Это очень вакантная такая желаемая должность для очень многих людей. Хоть в принципе сейчас это бессмысленно, но многие жаждут. Продолжение следует...